Директор двух минских турфирм похищал деньги с карт-счетов иностранцев. Следственный комитет сейчас расследует уголовное дело в отношении 25-летнего руководителя. Суть аферы в том, что парень чаще всего лично брал деньги с клиентов за путешествия, но для фактической организации поездки использовал лишь часть оплаты. О том, что происходило дальше, расскажет Ольга Петрашевская. За день до отъезда мы узнали о том, что мы никуда не летим. Негорящий тур оказался прогоревшим. Заплатив турфирме почти 2000 долларов, Ольга с мужем, как выяснилось, рассчитались разве что за теплые обещания отпуска в южных краях. Мы спросили, как быть нам, ведь мы завтра уже должны там вылетать. Он сказал, что билеты не были выкуплены, они были только забронированы. Мы откладывали на этот отпуск, мы очень его ждали. Были собраны все чемоданы, заказаны экскурсии на Бали. То есть мы были уже там. И все сорвалось. Не сорвалось разве что у самого владельца турагентства. Теперь уже обвиняемый Руслан Косинков себе в карман зарабатывал. По системе все включено. Из этих денег, которые получала турфирма, оплачивались только авиабилеты и трансферы. А сама же оплата проживания в зарубежных отелях осуществлялась с банковских пластиковых карт иностранных граждан. Предъявлено обвинение руководителю компании по двум составам преступлений. Это мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и хищение путем использования компьютерной техники. Кстати, сам автор такой многоходовки юрист по образованию, уж точно понимающий, что за подобные схемы грозит весьма долгосрочный отдых. А вот и офис турфирмы. График работы, реклама, почтовый ящик. Но отпуск под пальмами здесь уже не приглашают. Как и войти новые владельцы. Ничего не осталось. Совершенно другая фирма. Нет никого. Туры, по словам потерпевших, за этой дверью предлагали по более привлекательной цене, чем у конкурирующих агентств. Даже вахтер бизнес-центра Анатолий Федорович помнит, как сам едва не клюнул на лакомую рекламу. На улице даже стоял. Плакат такой, дешевый. И сердитый. И сердитый, да. Нормальный парень. Приходил, здоровался. А вот Дарья очень ждет, когда же этот хороший парень и с ней поздоровается. Да можно и без приветствия, лишь бы деньги вернул. Ведь всей накопленной на отдых сумме словно был выписан билет в один конец. Так что можно считать, что не девушка, а деньги улетели в отпуск. Вот только, похоже, бессрочный. Нам не давали чека, но нас уверили и сказали, что проблем никаких не будет. Учится на ошибках. И вот это именно наш случай. Ольга Петрашевская, Анастасия Венчо и Сергей Курков. Телекомпания СТВ.